дымит мой паровоз дымит всем привет друзья на канале семьи подобных сегодня продолжая тему отопления хотел показать как работает мой котел на тырсе вообще на тырсе он работает лучше чем на всем остальном почему сейчас сами увидите итак здесь у меня есть тырса которую я просто заехал на одну из пилорам по дороге в общем я в мешках привез себе немного тырсы тырса летом бесплатная зимой ее все выгребают может быть даже платная в общем ее как бы проблема в том что она объемная вот ее как-то надо сохранить ее надо доставлять к себе в котельню и естественно где-то ее хранить это проблема с которой бы я столкнулся как бы можно топить тырсой но немножко неудобно ее заготавливать и хранить итак на тырсе котел работает просто изумительно если я топлю дровами и мне нужно подбросить дрова когда мне нужно их подбросить я подхожу открываю крышку я получаю кучу дыма вот к сожалению почему-то мой котел работает именно так здесь на тырсе дела обстоят совсем иначе я открыл крышку никакого дыма вот здесь уже лежит тырса он бросил поленцы туда я сейчас где-то видите 3 не хватает я сейчас до загружу сюда тырсу и видите никакого дыма вообще нет при этом при этом горение происходит и горение сейчас происходит пиролизных газов в камере не в этой камере где лежит тырса а в соседней камере сейчас мы заглянем внутрь значит заслоночку уберу и мы видим как там только послушайте как гудит и тлеет горит но горит она не здесь она горит в соседней камере сейчас мы заглянем эту соседнюю камеру значит туда есть специальное окошечко а вообще приятно смотреть никакого дыма вообще так пока прикроем это дело баба вот здесь у нас есть специальное окошечко которое мы можем открыть брусочком и заглянуть как горят форсунки вот там вот в этой камере видно уже есть чуть-чуть налет нагар там в этой камере происходит горение пиролизных газов потому что котел у нас пиролизные год кажется настроилась резкость да уже пора его и почистить кстати в следующем видео я сниму вам и покажу как я буду чистить этот котел вот в общем вот так вот происходит горение крышечка открывается никакого дыма да загружай себе пожалуйста одно удовольствие сейчас мы это сделаем откроем полностью и как мне нравится тырсы топить это просто фантастика с дровами к сожалению так не получается но это был конкретно моем котле у меня есть приятель у которого есть такой же котел который он сделал сам и у него при загрузке любых дров там любого материала которым вы топите никакого дыма нет у меня он почему то есть мы уже пытались как бы это исправить у нас ничего не получилось чем причина непонятно вот в общем вот такая штука до загружаем поехали итак я засыпал в тырсу но чуть чуть не полная в дома уже 21 я боюсь что сегодня будут все 25 поэтому хватит больше не будем погасывать еще заодно привез тачку дров на следующую топку это будет послезавтра скорее всего то есть вот это прогорит я думаю что это прогорит где-то там до до позднего вечера она прогорит что до 12 ночи она короче где-то прогорит сейчас сейчас у нас 2 часа 20 минут короче это горит еще достаточно долго будет вот а на следующий раз через два дня будем топить опять дровами в общем вот так вот отлично работает этот котел на тырсе вот я думаю над тем как заготавливать тырсу и хранить ее с начиная с лета по начало отопительного сезона вот потому что ну реально реально вы сами видите насколько круче а он работает на тырсе удобно до загружать но при этом вот важный момент прежде чем засыпать туда тырсу я же не могу ее засыпать и поджечь так не пойдет нужно положить дрова сделать угли я сейчас получается засыпал тырсу на хорошие хорошие угли на жар вот я засыпал ее и тогда все работает подпалить ее вот просто во первых она просыпется если там не будет углей во вторых ну поджечь ее будет мне кажется проблематично я ни разу не пробовал вот так как-то нет желания намного проще сделать сначала угли потом засыпать тырсу и подбрасывать в течение работы котла если видео было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока а в следующем видео я сниму о том как я буду чистить дымах дымоход я сказал и дымоход тоже сначала почистим котел потом почистим дымоход до новых встреч